Материал РА, книга 5, сеанс 67. 15 августа 1981 года. РА. Я Есмь РА. Я приветствую вас в любви и свете одного бесконечного Творца. Сейчас мы общаемся. Вопрос. Пожалуйста, не могли бы вы сначала рассказать о состоянии инструмента? РА. Жизненные энергии выровнены точнее, чем раньше, с количеством искажения нормального для этой сущности. Энергетические уровни физической совокупности слабее. В этом конкретном центре необычно силен компонент психической атаки. Вопрос. Могли бы вы описать, что вы называете компонентом психической атаки и рассказать, почему он силен именно сейчас? РА. Мы выбираем не повторять ранее переданную информацию, а заменить следующее. Психическая атака на инструмент держится на постоянном уровне с тех пор, как он продолжает это определенное служение. Изменение интенсивности атаки происходит вследствие возможностей, предоставляемых в сущности в виде любой слабости. В этом конкретном центре сущность какое-то время, как вы называете это измерение, имела дело с искажением, которое вы называете болью. На физических уровнях энергии это сказывалось как накопление слабости. А слабость создает особенно благоприятную мишень. В сущности, о которых мы говорили раньше, пользуется эта возможность для попытки служения своим способом. В поддержании жизнеспособности этого контакта наше счастье, что инструмент обладает сильной волей, с небольшим искажением, которые ваши люди называют истерией. Поэтому в течение нескольких ваших двухнедельных периодов головокружения результат атаки были постоянными и временами разрушительными. Однако эта конкретная сущность хорошо приспособилась к ситуации без чрезмерного искажения в сторону страха. Следовательно, психическая атака не увенчалась успехом, но оказывает некоторое истощающее влияние на инструмент. Ну, то есть, в случае, орионцы продолжают нападать на Карлу, и у нее боли накапливаются, возникает слабость. И слабость – это то место, куда орионец может войти сильнее и довести свой замысел до цели, убрать ее, убить. Но Карл имеет сильную волю, и поэтому не получается. Сильная воля, но и плюс с некоторой истерией. Ну, женская такая истерика. Типа, а, там, ну, она писала об этом. Но она, правда, писала не в таком плане, что он там психует. Но то, что думал, может быть, уже хватит, уже хватит мучиться. Но потом воля все равно превалировала, и она, так сказать, возвращалась к у Жени людям в разных формах. Вот. И, говорит, две недели было атаки, головокружение. Однако Карла приспособилась. У нее не появилось страха, и она стала продолжать заниматься контактом. Интересно, прав ли я в своем анализе? Мы считаем, что сущность, осуществляющая так называемую атаку, предлагает свое служение в результате существования поляризованного сознания, состояния, и делает это для того, чтобы мы могли полнее оценить ее полярность. Мы ценим этот факт и благодарны ей за попытку служить одному Творцу, давая нам знания в, скажем, более полном объеме. Это так? Ну, то есть, Дон пытается... Давайте я включу себя. Дон пытается обезопасить Карлу, и думает, с какой стороны Ра, ему в этом не помогает, как бы, ну, явно, то есть, не защищает. Тогда он думает, может быть, с той стороны зайти и сказать, мы поняли твой намек, твой показ твоей поляризации, достаточно, все, мы тебя уважаем, все, ну, как бы, мы все поняли. Ну, и нас оставить в покое. Вот. Я думаю, такой был посыл. Вот. И Ра отвечает. Ни да, ни нет. Это выражение позитивно поляризованного и сбалансированного взгляда на негативно поляризованные действия, ослабляющего силу негативно поляризованных действий. Это надо понять. Значит, про Орионца. Его действие – это выражение позитивно поляризованного и сбалансированного взгляда на Орионца, на действия Орионца, который ослабляет силу, ослабляющую силу негативно поляризованных. Так. А, понятно. Значит, что Дон говорит? Мы ценим этот факт и благодарны. То есть, он этим, этой благодарностью, он, как вот Ра говорит, последний, ослабляет силу негативно поляризованных действий. То есть, если бы Дон начинал бороться с ним, воевать, да, то он бы усиливал Орионца. А он говорит, все, мы тебе благодарны, мы тебя любим, мы понимаем, что ты часть Творца, все, и этим он ослаблял воздействие Орионца. Вот так я понимаю этот абзац. Вопрос. Мы бы приветствовали служение, служение я сущности, которая пользуется, воспользуясь неправильным термином, атакой, поскольку не считаем ее действия атакой, а предложением служения. А мы приветствуем предложение служения. Верю, мы могли бы полнее воспользоваться ее служением, если бы оно физически не истощало инструмент. Если бы инструмент обладал большей физической способностью, он бы больше ценил служение этой сущности. Мы бы больше ценили служение, если бы оно осуществлялось таким способом, который мы могли приветствовать с большей любовью. Полагаю, это было бы служением, не вызывающим головокружение. Попытаюсь понять механизм служения сущности, который постоянно находится с нами. Попытаюсь понять происхождение сущности и механизм, которые она нас приветствует. Выскажу предположение, которое может оказаться неверным, но является результатом крайне ограниченного понимания других плотностей и как они работают. Догадываюсь, эта сущность является членом конфигурации Ориона и, возможно, воплощена в теле надлежащей плотности, полагаю, пятой. Посредством ментальной тренировки ей удалось спровоцировать часть или всё своё сознание в наше пространство-времень. Возможно, это одно из семи тел, составляющих её совокупность ум-тела-дух. Что и сказано верно, и не могли бы вы сказать верно или нет всё высказывание? Ра. Верно. Ну, то есть, всё, что он сказал, всё верно. Значит, давайте дальше. Если там будет о другом, тогда вернёмся к этому большому абзацу. Вопрос. Не предоставите ли вы конкретную информацию? Ра. Вопрос не понял. Пожалуйста, перефразируйте. Вопрос. Телом какого цвета пользовалась сущность для прихода к нам? Ра. Ответить на этот вопрос нелегко из-за межпространственной природы ответа, поскольку речь идёт не просто о переходе из пространства во время пространства, а из плотности в плотность. Свет времени пространства или тела пятой плотности используется тогда, когда тело пятой плотности пространства времени остаётся в пятой плотности. Предположение проецирования сознания верно. Верно и предположение, что этот сознательный носитель привязан к физической совокупности пространства-времени пятой плотности и является носителем, работающим в этом конкретном служении. Ну, тут поясняется. Значит, Дон предположил, что Орионец, находясь в физическом, ну, там тело, наверное, такое прозрачное, но тем не менее это тело, это пространство-время, находясь в пространстве-времени пятой плотности, взял своё сознание и телепортировал, направил в нашу плотность. То есть он взял сознание пятой плотности времени-пространства и направил сюда. Ну, это какая-то просто вредность. Ну, жил бы себе там в пятой плотности, да? Лезет сюда, значит, направил сюда для того, чтобы мешать контакту. Это какая-то вообще мелочь, если так подумать. Ну, ладно. В общем, вот Рай это подтвердил. Да, он находится там телом, а сознание сюда через плотности перетранслировал. И тут вот по-русски гадит, да? По-научному атакует или как бы предлагает своё служение. Вот так. Уже и звучит получше, да? Служение. Ну, а так по-простому гадёныш. Но из своих интересов, из своей правды. Вопрос. Бесспорно задам несколько глупых вопросов. Ну, тоже вот он себя принижает. Ну, просто вопросы. А зачем глупых? Вопросы. Ну, как бы, задаёшь, значит, уже вырос до этого вопроса, до этого уровня. Глупо или нет, это уже судить. Ладно, иду дальше. Пытаюсь понять конкретные концепции, связанные с иллюзией, скажем, поляризации, существующей на определённых уровнях плотности в творении, и принцип действия механизма взаимодействия сознания. Представляется, что сущность пятой плотности притягивается к нашей группе, действующей на неё, как моя. Я прав? Ну, то есть, это группа людей так на тонком плане ярко светит, что орионец, видя, что это свет не его полярности, прилетел к ним, чтобы погасить или перекрасить. Так? Ра. По существу, да, но сущность прилагает усилия неохотно. Как мы уже говорили, ставленники лидеров группы Ориона пятой плотности, принадлежащие к четвёртой плотности, предпринимают попытки атаковать позитивно ориентированных сущностей или группы сущностей. Обычная уловка атаки четвёртой плотности – искушение сущностей или группы сущностей отойти от поляризации служения другим и возвысить свое «я» или общественные организации, с которыми отождествляет себя «я». В случае этой конкретной группы, каждому члену группы предлагался полный набор искушений прекратить служение друг другу и одному бесконечному Творцу. Каждая сущность отказалась от этих выборов и, с незначительным отклонением от ориентации на желание чистого служения другим «я», продолжала свою работу. Тогда одна из очень расстроенных сущностей пятой плотности сочла необходимым уничтожить группу с помощью того, что вы бы назвали магическими средствами, как вы понимаете, ритуальную магию. Потенциал удаления каждого из членов группы с помощью такой атаки мы уже обсуждали и отметили, что самым чувствительным оказался инструмент вследствие искажений физической совокупности, выбранных до воплощения. Ну вот он говорит, что есть главарь на пятой плотности, есть исполнители на четвертой плотности орионцы, и они атакуют те группы, которые заявляют или служат другим. Значит, всем трем членам этой группы было предложено искушение, чтобы они оставили это дело. Все отверглись с небольшими искажениями, ну там что-то может быть осталось в голове, то есть бесследно это не прошло, предложение. И тогда сучья с пятой плотности расстроилась, что не удалось, и начал уже колдовать. Магическими способами пытался удалить Карла. Но тут мне не говорится про Дона, который умер раньше всех и от рака. То есть он заботился о Карле, а у самого появился рак, и так оказалось эффективней. Может быть это орионец убрал вот так вот. И туда и туда работал. Что получится? Получилось с Доном. Идем дальше. Вопрос. Чтобы группа полностью оставалась в служении Творцу, и мы осознаем сущность пятой плотности как Творца, нам следует попытаться служить и этой сущности любым возможным образом. Не могли бы вы рассказать о желаниях этой сущности, кроме прекращения приема и рассеивания передаваемой вами информации? Ну вот то, что я говорил, да. То есть если мы все части Творца, то иорионцы тоже части Творца, и они хотят служения. Может быть мы им что-то сможем чем-то помочь, и тогда все будет в гармонии. Ра. У этой сущности два желания. Первое и главное переместить одного или более членов группы в негативную ориентацию так, чтобы они выбирали путь служения себе. Предшествующая цель прекращения жизнедеятельности физической совокупности одного из членов группы, пока совокупность ум-тело-дух пребывает в контролируемой конфигурации. А предшествующая цель прекращения жизни. Хотя мы, Ра, обладаем ограниченным пониманием, мы считаем, что посылание этой сущности любви и света, что и делает каждый из вас, самый полезный катализатор, который группа может предложить. Ну, был вопрос, какие желания у орионца, что он хочет. Ну, и рад отвечать, что у орионца два желания. Первое, главное и главное, одного или нескольких человек переполюсовать в негатив, к себе, так сказать, в команду. А перед этим была цель прекращения жизни одного из членов группы. И он дает совет, что посылание любви и света этой сущности – самый лучший вариант для балансирования, нейтрализации этой ситуации. Дальше. Вопрос. Мы находим... Простите, пожалуйста, продолжайте. То есть он ее перебил слегка. Ра. Заметим, по нашим оценкам, сущность нейтрализована предложением любви настолько, насколько это возможно. Следовательно, ее продолжающееся присутствие – это предельное понимание каждой полярностью разных взглядов на служение, которое одна может предоставлять другой. То есть они его в какой-то мере обездвижили, но он не уходит, потому что он тоже сильный. И вот такая патовая ситуация возникла, когда все на своих позициях никто никого не победил. Вопрос. В связи со служением Творцу мы оказались в парадоксальной ситуации. Те, кому мы служим в этой плотности, просят информацию Ра. Однако другая плотность желает рассеивания этой информации. То есть имеется часть Творца, требующая двух, казалось бы, противоположных видов деятельности нашей группы. Нам бы хотелось служить так, чтобы каждая мысль и деятельность в служении Творцу осуществлялась самым наилучшим образом. Не могли бы вы или сущность пятой плотности, предлагающая служение, разрешить видимый парадокс? Да. То есть, Дон говорит, ну, если мы все под законом одного, если мы рассказываем, как работает закон одного, где есть два пути, в том числе вот этот орионский, служение себе, то в чем проблема? Вот я тоже вот так вот не вижу. Так люди не знали, что есть два пути. А так они принимают информацию, рассказывают, и люди понимают, что есть выбор налево-направо, плюс-минус. Что тут злобствовать-то? Не понимаю. Отвечает, да. Вопрос. Как бы мы могли разрешить этот парадокс? Ну, то есть, вы там можете между собой договориться, чтобы нас тут не терзали? Ра. Подумайте вот о чем. Вы не можете не служить Творцу, поскольку все есть Творец. Если вы внимательно прислушиваетесь к тем, чьи голоса можете слышать, у вас не будет двух противоположных требований. Информации или отсутствие информации из этого источника. Они – один голос, с которым вы резонируете на определенной частоте. Частота определяет ваш выбор служения одному Творцу. Случилось так, что вибрационные паттерны вашей группы и Ра совместимы и при вашей поддержке позволяют нам говорить через этот инструмент. Это функция свободной воли. Одна часть Творца ликует от вашего выбора спрашивать о развитии Духа. Эта мнимо отдельная часть желала бы многомерных ответов на обширную область вопросов конкретной природы. Другая мнимо отдельная группа ваших людей хотела бы того же посредством смерти инструмента, считая, что он обладает негативной природой. Среди многих планов существования есть планы, на которых каждая сущность в восторге от вашего служения. Но есть и планы, где обитают сущности, такие, о которых вы говорили, желающие прервать жизнь инструмента на третьем плане. Все есть Творец. В бесконечном паттерне присутствует лишь одно обширное великолепие стремлений и искажений цветов и оттенков. Если вы, как сущность или группа, с кем-то не резонируете, желайте ему любви, света, мира и радости и предлагайте только добро. Больше вы ничего не сможете, не можете сделать. Ваша часть Творца такая, какая она есть. Ваш опыт и предложение опыта должны становиться все более и более совершенным выражением того, что вы на самом деле. Кто вы на самом деле? Тогда они будут ценными. Разве могли бы вы служить негативной сущности ценой жизни инструмента? Не похоже, чтобы вы считали это истинным служением. Следовательно, во многих случаях вы можете усматривать достижение истинного равновесия, предложение любви и посылание света. Служение сущности, ориентированное на служение себе, осознается с благодарностью, но отклоняется, как бесполезное в вашем путешествии. То есть вы служите одному Творцу без всякого парадокса. Ну что Ра отвечает? Ра отвечает, что все есть единый Творец, и все друзья и противники это тоже является одним Творцом. И вот это, не знаю, можно назвать утопическая идея, но она логичная. Если все есть Творец, то для чего вот эта борьба вся? Вот эта идея Дона, он ее говорит, ну она такая. Значит, ваша группа, то есть ваша информация от вашей группы готова с радостью или там как там написано? Ну с желанием получать эту информацию, это одна группа людей. И притом на разных планах. Третий, Четвертый, Пятый, там, в общем, это вот ваши друзья. А есть ваши недрузья, и люди Третьего плана, и Четвертого, и Пятого измерения сущности тоже. Они хотят в силу своих убеждений, планов, там, мыслей, да, вас убрать, уничтожить, как это в общем, да, противники. И говорит, бесполезно что-то там с ними их дружить или что-то устанавливать, какой-то контакт, посылать им любовь, но вот опять же, вот я через себя, да, человек желает тебе смерти, а ты ему посылаешь любовь, свет, мир и радость. Насколько это, да, даже я вот посылаю, да, насколько это будет искренним. Ну, первое, вот, я, наверное, еще не развился, я еще очень, как это, с эмоциями, да, человеческими, я не дошел до такого уровня, когда посылающий мне там пулю или нож или какие-то проклятия человек достоин ответной, посылания, ответной любви там и так далее. То есть, я по теории знаю, я согласен, что в этом есть определенная логика, надо, наверное, практиковаться. Я пока что не очень готов, потому что это дальше говорит, что служение существа, ориентированное служение себе, осознается, но отклоняется, как бесполезно в вашем путешествии. То есть, если в ситуации жизненной встречаете людей, ну, вот я встречаю в Ютубе, да, людей, которые пишут негативные комментарии, и я понимаю, вот, может сказать, эту ситуацию я транслирую на себя. Я понимаю, что в этой жизни или в этой, в этом периоде времени бесполезно что-то, посылать какую-то любовь и так далее. Это не будет воспринято. Даже я пошлю искренне, не примут все. Они вот так же отвергают, как я отвергаю их, с моей точки зрения, голубую муть, так же они не понимают мою голубую муть. Мы разные. Полярность это или мировоззрение это, ну, это свобода воли, да, человека. Человек может верить в какой-то там волшебный камень или в какой-то волшебный крест, а другой не верит и никак не может разубедить. может и есть какие-то шансы. Я тут что-то начал разглагольствовать. Ну, короче, на вопрос Дона можно ли примирить минус и плюс на основе закона одного единого творца мраговая нет. Нет. Ну, печаль, наверное. Идем дальше. Вопрос. Служение этой конкретной сущности вызывает у инструмента головокружение. Не могли бы описать механизм ее служения? Служение орионцев. Ра. В этом воплощении в период младенчества А. Чего-то не понимаю уже. Про Карл говорит. В период младенчества инструмент обладал искажением в виде многих инфекций совокупности слуха, создававших большие трудности, как вы бы это назвали в детстве. Шрамы от этих искажений сохранились и, конечно, то, что вы называете системой пазух, осталось искаженным. Поэтому сущность работает с этими искажениями, чтобы вызывать потерю равновесия и небольшое отсутствие способности пользоваться оптическим аппаратом. Ну, тут, наверное, Дон спрашивал, как орионец воздействует на головокружение? А вопрос не могли бы описать механизм ее воздействия, да, то есть служения. Ну, понятно, как воздействует. Ира отвечает, что Карла в детстве болела, инфекция слуха была, и там остались те, можно сказать, шрамы или точки, на которые орионец действует, чтобы вызвать потерю равновесия головокружения и даже ослабление зрения. Меня интересовали магические, скажем, принципы, которыми пользовалась сущность пятой плотности, выполняя свое служение. и ее способность это делать. С философской или магической точки зрения, почему она может пользоваться этими конкретными физическими искажениями? Ра. Эта сущность способна, скажем, проникать в конфигурацию времени-пространства поля инструмента. Она прошла через карантин без какого-либо носителя, поэтому ей удалось избежать обнаружения сетью хранителей. Огромное преимущество магической работы в том, что сознание посылается без носителя в виде света. Свет сразу же начинает работать с построенным индивидуумом путем прямого предложения, то есть минуя пробки на дорогу в кавычках, поскольку для предложения не существует в кавычках пробок. Как и каждый член вашей группы, инструмент достаточно натренирован в путях любви и света, который в данном случае не предлагается в какой-либо большей степени. Однако физическое тело-инструмент обладает предрасположенностью, которой и надеялось воспользоваться в максимальной степени эта сущность. Например, посредством усиления головокружения и ухудшения зрения она надеялась вынудить инструмент сдаться и прекратить контакт. Магические принципы могут свободно переводиться в вашу систему магии и для развития могущества света можно рисовать и визуализировать символы, пользоваться ими. Тут мне пришла идея или как бы мысль, которая, наверное, очень важна. Я вот начал до этого говорить, вот прикиньте, из пятой плотности сущность посылает сквозь хранители, сквозь измерения себя, свое сознание для того, чтобы найти Карлу и чтобы ее извести. Представляете, какая сложность преодолевается или принимается для того, чтобы одного человека, ну, важного человека, вывести из строя. И тогда будет понятно, для чего создаются дурацкие всякие секты, всякие там идеи, тайно-космическая программа, какие-то еще там какая-то дурь, которые люди подключаются. И каждый, тут один человек был важен для измерения, для пятого измерения рионцев, да, минус пятого. А там к этим идеям переподключаются светлые души, которые могли бы идти по дороге служения другим, они подключаются сюда, в эти дикие проекты и начинают служить лидером этого проекта. Даже, наверное, не задумываясь, может, задумываясь, говоря, о, как много знает, раз он много знает, раз он авторитет, я буду служить, буду там служить, я буду защищать и так далее. Все, они становятся слугами таких проектов. Их очень много. Это большая работа, широкая работа по интернету, по ютубу и как мы видим, это глобальные проекты. Соответственно, еще раз, одну Карлу или одного Дона хотели вывести из себя, прилагая силой четвертого измерения, потом, ну, минус четвертого, потом, минус пятого, и в итоге добились своего. А тут рождаются проекты, вообще из носа выковыриваются, создаются, придумываются фантазии, и люди облепляют этот проект как мухи на мед, скажем так. Понимаете, как это важно? Вот, идем дальше. Ну, то есть, это подсказка или как бы прозрение, почему, для чего, в каких целях вот эта вся дурь в интернете у нас развивается. Вопрос. Вы имеете в виду, что сущность пятой плотности визуализировала символы? Полагаю, они обладают такой природой, что их длительное использование придает какую-то силу и заряд. Я прав? Ра, да. В пятой плотности свет выступает как видимый инструмент, как карандаш, которым вы пишете. Ну, там говорили, что каким образом он на Карлу влиял, какие-то символы рисовал, наверное, в ее сознании. Я думаю, это нам не так важно, что мы не умеем так делать, и это не нужно, да? Ну, то они обсуждают, что какие-то символы, они имели какую-то силу, и эта сила влияла на ее органы и ослабляла ее вот так. Вопрос. Тогда прав ли я, полагая, что эта сущность придает свету форму символов, то есть того, что мы называем физическим присутствием? это так? Ну, а как, да? Ра, нет. Свет используется для того, чтобы сотворять достаточную чистоту окружающей обстановки. Тогда сущность может размещать свое сознание в тщательно сотворенном носителе света, который пользуется инструментами света для выполнения работы. Воля и присутствие вот, что необходимо сущности для выполнения работы. То есть вопрос был с помощью света создаются символы, так? Нет. Свет используется для создания площадки, как бы, где может, куда может прийти сознание вот этого орионца, например, и он тут начнет действовать. тщательно сотворенном носителе света. наверное, эта площадка может иметь какой-то символ. Наверное, так, да. Сейчас, может, дальше пойдет. Но я сейчас отвлекаюсь, подумаю. Значит, площадка, она может иметь какую-то форму, например, круг, да, но это же символ. Может быть, иметь треугольник, там, какую-то еще форму, да, но это плоская, но, наверное, это объемная, то есть, это объемный символ, куда будет помещаться сознание вот этого орионца, и оттуда он будет работать там с Карлой. Дальше. Вопрос. Упомянутая сущность пятой плотности прошла через карантин. Прошла ли она через окно одно из окон, или это произошло в результате магической способности? Ну, это вопрос в чем? Есть или была сетка, и есть карантин, где хранители соблюдают баланс между позитивными и негативными сущностями, которые на землю прилетают. Но, он говорит, вот эта сущность, она оставила тело, она проскочила через окошко, или с помощью магии прошла насквозь, как бы, вот как. она прошла через крошечное окно, которым не смогли бы воспользоваться сущности или группы менее знакомые с магией. Ага, то есть, тут и магия, и окошечко. То есть, там была какая-то маленькая дырочка, я не знаю, зачем ее тогда было оставлять. Ну, в общем, была дырочка, с помощью магии он просочился вот через эту маленькую дырочку. Вопрос. Основная идея этого ряда вопросов связана с первым искажением и существованием окна. Было ли возникновение окна случайным, или, получая через окно предложение этой сущности, мы переживаем тот же вид балансирования, что и планета в целом? Ра, да, поскольку планетарная сфера принимает более высокоразвитых позитивных сущностей или группы, предлагающие информацию, такая же возможность должна предоставляться и мудрым, негативно ориентированным сущностям или группам. Ну, то есть, баланс. Прилетают одни, welcome, такая же квота на других. Вопрос. Посредством кажущейся трудности мы ощущаем мудрость первого искажения и по этой причине должны полностью принимать то, что переживаем. Это моя личная точка зрения. Совпадает ли она с точкой зрения Ра? Значит, еще раз, что он сказал. Поскольку мы переживаем вот эти трудности с Карлой, ну, и, как мы уже знаем, и у него были трудности, мы ощущаем мудрость свободы воли и поэтому и причиней полностью принимаем то, что происходит с нами в нашей жизни. Это, я думаю, подсказка всем слушателям. Совпадает ли это с точки зрения Ра? Ра. С нашей точки зрения мы пошли бы дальше и выражали благодарность за такую возможность. С точки зрения ее влияния, как реальных, так и потенциальных, это очень интересная интенсивная возможность, извините. Влияя на искажение инструмента с созданием боли и других трудностей, таких как головокружение, она позволяет ему непрерывно выбирать служение другим и творцу. В более искаженных или трудных обстоятельствах она предлагает каждому члену группы непрерывную возможность выражать поддержку другому я, переживающему основную тяжесть атаке и демонстрировать любовь и свет одного бесконечного творца. Более того, такая возможность позволяет сеанс за сеансом выбирать служение в качестве посланников информации, которую мы пытаемся предлагать и тем самым служить творцу. Поэтому возможности и искажения вызванные этим обстоятельством весьма заметны. Значит, что Дон говорит? Он говорит, что если мы понимаем мудрость первоискажения и то, как это все задумано, поэтому принимаем те проблемы, которые с нами происходят. А Рак говорит, я бы пошел дальше. Окей, вы это понимаете, но поймите, что инструмент, то есть Карла, каждый раз получая какую-то порцию боли или размышления на тему продолжить или остановиться, она каждый раз делает выбор служения другими творцу. И вы, группа, каждый раз, когда хотите помочь Карле, вы тоже подтверждаете свое приверженность служения ей, Карле, и людям в целом. То есть это не просто то есть не только надо принять и понять и принять ситуацию, но и увидеть в этой ситуации возможности для служения себе или другим. Тут выбор есть и так, и так. Вот. Это вот важно. Не только понять, что происходит, но и в этом увидеть пользу для Карла, пользу, мудрость. Спасибо. Предлагалась ли так называемая атака мне и имя? И кому-то еще? Ра, да. Вопрос. Лично я осознанно не ощущал ее влияния. Не могли бы уточнить, как нам предлагалось это служение? Ра. Тому, кто задает вопросы, служение предлагалось в виде сомнения в себе и невнимания к различным искажениям личностной природы. Он не выбрал воспользоваться предложениями, предпредложениями, и сущность Ориона в основном прекратила проявлять интерес к постоянному наблюдению за этой сущностью. Тот, кто записывает, пребывает под постоянным наблюдением. Ему предлагались многочисленные возможности интенсификации ментальных эмоциональных искажений и, в некоторых случаях, матричная связь ментальных и эмоциональных совокупностей соответствующей физической совокупности. Предложение не собрано. Поскольку сущность осознавала атаки, она поддавалась им меньше. В случае инструмента происходит огромное усиление атаки, и он пребывает под постоянным наблюдением из-за слабой связи, возникшей в результате факторов, находящихся вне его контроля в этом воплощении. Я не понял, про кого он до этого спрашивал. Имя. Имя. Это Джим, может быть? Потому что вроде они втроем, кто-то четвертый. Ну, судя по тому, что он отвечает дальше про Джима, то, наверное, да. про Карла обсудили про Дона и Джима. А так была? Да. Как это было? Говорит, на Дона это давались мысли в виде сомнений в себе и невнимания к... Ну, вот мы помним, что у него... Он выбрал целебат почему-то, да, и Карл остался без физического как бы общения, поэтому Джим это компенсировал, да. То есть, видимо, это влияние орионцев, ну, так, наверное, да, искажение, невнимание к различным искажениям личностной природы. Какие личностные природы? У него физиология мужская, невнимание. Ну, то есть, ему вот эту мысль внушили и возникла, ну, то есть, могла бы быть проблему, но он как бы с этой проблемой жил, как бы успокоился. И дальше он говорит важную вещь, что сущность ориона в основном прекратила проявлять интерес к Дону. Ну, наверное, в основном, но осталось вот это, я думаю, рак, а что давайте спрошу про рак. Да, да, да. Значит, в основном, если бы он сказал полностью, то все, рак это вследствие там чего-то другого. Сейчас я переспросил, рак отвечает, что то есть, он запустил вот эту штуку и через рак он его добил. так, а про Джима что-то тут закручено. Предлагались разные возможности усиления эмоциональных каких-то, но он тоже в сложном положении. Муж и жена Карла и Дон, да, а он третий такой, как бы, Ермак такой, не знаю, правильно сказал, нет, такой третий, да, поэтому у него, конечно, там эмоции разные были. Вот. И но тут что-то матричная связь, что-то не очень понимаю. Предлагались вот эти ментальные, в некоторых случаях предлагалась матричная связь ментальных совокупностей с не очень понимаю, я думаю, это не важно. Короче, ему давали что-то на эмоциях, так как жить втроем это нестандартно. Соответственно, что-то такое у него были сомнения, но поскольку Джим тоже понял, что это атака, она сильно этому не поддавалась. То есть поддавалась меньше. А в случае Карлы происходит огромное усиление атаки и постоянно она под влиянием и наблюдением из-за слабой связи, возникшей в результате факторов которые она не может контролировать. Ну, короче, Рионис решил на ней сделать акцент. Вопрос. Выходит ли за рамки первого искажения информация о том, почему инструмент переживал так много физических искажений в физическом воплощении? Да. То есть ответа не будет. Вопрос. В таком случае не могли бы вы ответить, почему инструмент так много пережил в детстве? Ра. Мы подтверждаем правильность вашего предположения. Эти ответы нарушали бы закон запутывания. Их неуместно выставлять в качестве блюда на обед. Уместное размышление над совокупностями возможностей. то есть и на этот вопрос ответа не будет, потому что это нарушается ввода воли. Можете об этом думать, говорит Ра. Вопрос. Сейчас нет никакого другого служения, которое мы можем предложить в сущности пятой плотности группы Ориона, постоянно находящейся с нами. Насколько я понимаю, с вашей точки зрения, мы ничего не можем для нее сделать. Ну, то есть вопрос. Ничего не можем для нее сделать? Ра. Да. Вашей попытке предложения поляризованного служения сущности, обладающей противоположной полярностью, скрыт большой юмор. Чтобы служить этой сущности, вам придется столкнуться с естественной трудностью, поскольку то, что вы считаете служением, поскольку то, что считаете служением вы, она рассматривает как неслужение. Когда вы посылаете любовь и свет и желаете добра, она теряет свою полярность и вынуждена перегруппироваться. То есть она бы не сочла ваше служение служением. С другой стороны, если бы вы позволили ей служить посредством удаления инструмента из вашей среды, вы бы воспринимали это как служение. В этом вы обладаете поляризованным и сбалансированным взглядом Творца. Подведем итог. Предлагается два вида служения, взаимно отвергающие друг друга. И в состоянии равновесия, в котором сохраняется свобода воли, каждому позволяется идти своим путем ощущение одного бесконечного Творца. Я думаю, понятно, но давайте еще раз расшифруем. Дон говорит, как бы мы могли служить Орионцу? Он говорит, ваше служение для него не служение. Может и не атака, но может сравнить с атакой. То есть он ожидает подчинения или какой-то негативной реакции, а вы посылаете любовь. Это его ослабляет. Просто энергия утекает из него и он после этого перегруппировался, собирается силами, отряхивает пыль. То есть хоть он уменьшился, но опять сконцентрировался и опять атакует. То, что вы говорите как служение, это не служение для него. С другой стороны, служением было бы, если бы Карла умерла, вы это позволили бы. Для него это было бы служением, но это не было бы служением для вас, позволить Карле умереть для того, чтобы ему Орионцу было хорошо. Вот это было бы служение, позволить Карле умереть. Но для вас это не служение, это для вас предательство. Соответственно, вы хотите Карла сохранить, вы хотите сохранить служение людям, и чтобы Орионцу тоже было нормально. Так не бывает. Поэтому у вас вот такой баланс, вы друг друга, так сказать, щиплете уколами. Вопрос. Спасибо. Завершаю эту часть обсуждения, скажу, если есть что-то, что мы можем сделать для этой сущности, и это что-то находится в пределах наших возможностей, понимаю, что есть многие вещи, и среди них та, которую вы упомянули, которая выходит за пределы наших возможностей. Если бы вы передали ее просьбы, мы бы, по крайней мере, их рассмотрели. Нам хотелось бы служить с уважением к каждой сущности. Это приемлемо? Нам не хотелось бы противопоставлять ваше служение служению служить этой сущности. По нашему смиренному мнению, вам следует оценить юмор ситуации и отказаться от желания служить там, где не требуется ваше служение. магнит будет перетягивать или отталкивать. Гордитесь силой своей полярности и позволяйте другим противоположной полярности делать то же самое. Усматривайте великий юмор в самой концепции полярности и сложность этой концепции с точки зрения объединения двух путей в шестой плотности. Ра дает мудрый совет. Дон спрашивает, может быть, что-то есть такое, чтобы как-то задобрить противника. Ра говорит, оцените юмор, что вам надо отказаться от желания служить там, где ваше служение не ожидают. Там не требуется ваше служение, потому что ваше служение расценивается как атака, а вы думаете, что это добро. как это, причинить добро, да? Там не ждут этого, ждут того, что вы делать тоже не хотите и не приемлете. Поэтому надо вспомнить аналогию с магнитом, где есть плюс и минус, и оба этих полюса сильные, и надо понять, определиться, вы куда, налево, направо, вы синий или красный, и все на этом. И больше не делать попыток какой-то гармонии между плюсом и минусом. Но при этом помните, что в итоге, в шестой плотности, все эти два пути, два полюса сойдутся в один путь служения другим. Но пока это не произошло, учитывайте, что есть вот эта полярность. О, большой вопрос. Большое спасибо. Попрошу прокомментировать следующее утверждение. По существу, архетипический ум это представление грани одного бесконечного творца. Архетип отца соответствует мужчине или позитивному аспекту электромагнитной энергии. Он является активным, творческим и излучающим, как наше Солнце. Архетип матери представляет женщину или негативный аспект электромагнитной энергии. Он восприимчив или намагничен как наша Земля, получающая солнечные лучи и дающая жизнь с помощью плодородия третьей плотности. Архетип щедрого сына или дурака это он про карты Тарова уже перешел. Архетип щедрого сына или дурака существует, соответствует каждой сущности, которая, кажется, отбилась от единства и ищет возвращение к одному бесконечному творцу. Архетип дьявола представляет иллюзию материального мира и внешний вид зла, но точнее является поставщиком катализатора для роста каждой сущности в иллюзии третьей плотности. Маг святой целитель или адепт соответствует высшему я. Достигая равновесия в энергетических центрах, он прорывает иллюзию для общения с разумной бесконечностью, демонстрируя влияние катализатора третьей плотности. Архетип смерти символизирует переход сущности из тела желтого луча в тело зеленого луча, либо временно между воплощениями, либо постоянно при уборке урожая. Каждый архетип представляет аспект одного бесконечного творца, чтобы учить индивидуальную совокупность ум-тела-дух в соответствии с призывом или электромагнитной конфигурацией ума-сущности. Обучение происходит посредством интуиции, принадлежащем поиске или конфигурации ума принадлежащем поиске или конфигурации ума, дух использует силу воли как челнок для общения с уместным архетипическим аспектом, необходимым для обучения изучения. Каждый информатор интуиции архетип как-то связан с другими. Архетипы иерархичны и развиваются начиная с подсознательного ума сущности и кончая групповым или планетарным умом, наставниками, высшим я, архетипическим умом, космическим умом или разумной бесконечности. Каждый архетип связан с другими посредством духа, служащего челноком в соответствии с гармонизированной электромагнитной конфигурацией ума-искателя и желаемой информации. Не могли бы вы прокомментировать точность моих наблюдений, исправить ошибки и добавить недостающую информацию? Фу! Даже я устал это читать. Ну, в общем, он взял карты Таро, давайте я так сокращу, взял карты Таро и говорит, вот каждый этот знак, архетип соответствует определенному действию или мысли и прав ли я в том, что вот эти карты, они вот соответствуют вот этим понятиям. Для чего это? Ну, для чего-то. Мне это не очень как бы ложится. Рак говорит, из-за истощения физических уровней большую часть этого сеанса инструмент пользуется переданной энергией. Мы начнем довольно сложный ответ, но не ожидайте, что нам удастся его закончить. То, на что не будет получено ответов, мы попросим повторить на будущих сеансах. Вопрос. Не лучше ли начать следующий сеанс с ответа на этот вопрос? Это уместно или энергия уже зафиксирована? Ра. Энергия выделяется всегда. Как всегда, выбор за вами. В таком случае продолжайте. А, вот ответ. Ра. Первое положение, которое нам бы хотелось осветить, концепция духа, используемого как челнок между корнями и стволом ума. Это неправильное представление и мы предоставим задающему вопросы возможность глубже рассмотреть функцию духа. Дело в том, что работая с умом, мы работаем в пределах одной совокупности и не пытаемся проникнуть в разумную бесконечность. Верно то, что архетипы это части одного бесконечного творца или аспекты его граней. Однако намного лучше осознать следующее. Архетипы, обладающие постоянными совокупностями предлагаемых порождающих энергий, не приводят к одному и тому же результату у любых двух искателей. Каждый искатель будет переживать те характеристики архетипа и совокупности архетипа, которые наиболее важны именно для него. Примером может послужить наблюдение задающего вопросы. дурак описывается как так и только так. Один великий аспект этого архетипа аспект веры, шаг в пустоту, невзирая на то, что будет дальше. Конечно, это глупо, но является частью характеристики задающего вопроса. Создающий вопросы может обдумать, почему не подмечен этот аспект. Сейчас мы вновь просим, чтобы этот вопрос был задан на следующем сеансе, а пока прекратим пользоваться инструментом. Прежде чем вас покинут, можем ли мы попросить любые короткие вопросы. Рак отвечает на вопрос про архетипы, про эти карты Таро, что концепция Духа неправильно понята как челнок или как бы связь между корнями разумной бесконечности и умом. Нет. Дух используется как челнок между корнями и стволом Духа. У ума точнее. Тоже не очень понятно. Корни это наверное где-то какой-то как архив что ли. Ствол это то, что человек использует в жизни что ли. А, не, как раз вот это неверно, что между корнями и стволом Духа это неверно. значит и дальше он говорит как это примерно выглядит не примерно а как я понимаю примерно. Работая с умом он не отвечает конкретно он говорит мы предоставим задающему вопросы Дону возможность глубже рассмотреть функцию Духа. И дальше он говорит то ли про Дух уже но говорит про ум. Дело в том что работая с умом мы работаем в пределах одного человека и не пытаемся проникнуть в разумную бесконечность с помощью Духа наверное. Ну то есть он думал что Дух это некий такой челнок или связь с разумной бесконечностью а тот говорит нет это не так ну может быть человек стремится подключиться об этом говорилось что стремление но это не значит что это уже случилось у всех и все подключаются нет дальше он говорит да вот эти архетипы Тарона это части одного Творца конечно его грани дальше что-то он про дурака там видимо рисунок сейчас не помню на память он шагает в пустоту вот его часть его характер его мировоззрение это это духовный новичок дурак дурак ну это короткие вопросы вопрос что мы можем сделать для большего инструмента для большего удобства инструмента рак говорит друзья мои все вас покидаю Донай пояснение Джим первым вопросом данного сеанса Дон спрашивает рак как мы можем разрешить видимый парадокс служения разным частям Творца одна часть которого ликует от нашего служения а другая хочет смерти инструмента и не меньше другая это наш друг негативной ориентации из пятой плотности мы брали предложение в скобках потому что не хотели привлечь привлекать внимание к персонам а вот там было имя но это Джим был а сейчас мы включили его потому что подумали что это может помочь тем кто думает что они пришли на землю откуда то еще и у них может появиться проявиться в их деле некий импульс на служение которые увеличивают поддержку если индивидуум выражает желание учиться и служить хорошо те из нас кто читал распятие эсмеральды сует вотер без сомнения узнают последний вопрос сеанса книга была написана Доном и Карл еще в 1968 году когда они сошлись вместе и организовали LL Research это был их первый проект и он необычен тем что он был первым но вовсе не исследованием а художественным произведением эта история также необычна тем что многие дальнейшие опыты Дона и Карлы а еще позднее и меня были предвосхищены повествованием этой книги Карла в эту первую нашу работу было влито столько любви друг к другу столько идей и переживаний по поводу поиска воли чистого и высокого пути любви который по возможности лишен даже проблеска нечистоты наших земных страданий ну что все было чисто нас будто притянуло друг к другу это было замечательное время помните я говорил что Дон не был словоохотливым но в 1968 у нас с ним был очень краткий период физической близости который я очень ценю и то наше время трепетное по моим ощущениям было праздником в любви особенно моей то есть Ирион в 1969 где-то году внедрил мысль что это не твоё физическое близость дальше история книги персонажи будто сами начали говорить с нами и рассказывать то что случилось а мы лишь слушали голоса через плечо и записывали единственная часть книги которая не вышла предсказанием её конец главной героине которая напоминала меня в мои славные годы одним прекрасным днём была убита плохими парнями в реальности же моё хрупкое тело оказалось гораздо сильнее тела Дона я думаю это от того что у меня есть дар веры и натиска жизненности Дон всё же был ну совершенно неземным человеком пришельцем он жил всегда погруженным в самого себя очень одиноко общался лишь со мной и несколькими близкими друзьями и родственниками однако я знаю наверняка его дар заключался в том что нашёл себя в работе над материалом РА работе с несколькими его друзьями его вопросы РА были исключительно умными и вели к раскрытию темы до невообразимой глубины наш романс окончился печально в том смысле что Дон ушёл в большую жизнь а я пока оставлен на земле чтобы стать совершенно другим человеком чем тем которого он так ценил и уважал но работа еще не окончена и не будет окончена никогда пока наш мир нуждается в подобном материале вопрос тогда как мы можем разрешить этот видимый парадокс это в скобках это предложение личного свойства было убрано из ответа РА а теперь внесено в книгу 3 РА представьте если позволите что у вас нет никакой иной возможности не служить творцу тем более что ничего нет кроме творца в вашем индивидуальном росте ныне есть паттерн выбора присущей третьей плотности в скобках далее идут рассуждения о памяти выбора позитивной полярности в родной плотности поэтому ваш выбор уже совершен совершен в сторону служения другим и по этому выбору вы уже научились мудрости а не только сочувствию вопрос знакомы ли вы с книгой которую мы с инструментом написали примерно 12 лет назад она называется распятие эсмеральди сует water в особенности с ритуалом изгнания который там описан ритуалом который призывает сущности на землю ра это правильно ра это правильно что правильно знакомы ли вы с книгой это правильно ну то есть да наверное вопрос были ли какие-то неправильные вещи в описании того как это все происходит ну про ритуал изгнания это правильно может ра неправильность возникла лишь из-за трудности автора в описании длины необходимой тренировки чтобы способствовать росту тех кто известен по книге как Теодор и Пабло в соответствующих дисциплинах мне кажется эта книга как-то затронула всей своей полнотой многих людей которых мы встречали затем уже после написания книги а так же явилась предвестником опытов в которые оказались втянуты и мы сами это правильно ра очень похоже на то то есть эта книга повлияла на тех кто кто ее прочитал да похоже на то устал ну на этом все спасибо вам за внимание всего хорошего и что не это и Продолжение следует...